Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел двухстороннюю встречу с новым руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, полковником полиции Олегом Мальцевым, назначенным на эту должность указом президента России Владимира Путина. Вместе они обсудили совместные задачи в сфере профилактики преступности и обеспечения безопасности граждан региона. Далее Рашид Темрезов принял участие в представлении Олега Мальцева коллективу ведомства и руководителям силовых и правоохранительных структур, а также духовенству. Рашид Темрезов выразил слова благодарности руководству и коллективу Министерства внутренних дел России за оказываемую поддержку в решении стоящих перед регионом задач в сфере обеспечения безопасности граждан. Накануне председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание Оперштаба Республики по противодействию распространения COVID-19 при участии глав городов и районов в режиме видеоконференции. На заседании представители представили оперативные доклады по ситуации с распространением коронавируса о количестве госпитализированных в ходе вакцинации. Так, в настоящее время в Республике наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации. Функционирует шесть госпиталей, в том числе в Карачаевске. В стационарах на сегодняшний день проходит лечение 1026 человек. Актуальным вопросом остается низкая активность населения по вакцинации. Наиболее благоприятная ситуация по вакцинации в Ногайском, Хадыгихабльском, Зеленчукском районах. Ниже всего темпы вакцинации в Карачаевске, Карачаевском районе и Черкесске. Главный санитарный врач Республики Сергей Бескокотов выступил с рядом предложений. В ближайшее время ожидается усиление ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По итогам совещания, Мурат Аргунов обратил внимание Управлению Роспотребнадзора, представителей правоохранительных структур, духовенства и органов местного самоуправления на необходимость усиления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий. Для снижения числа заболевших необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать массовых мероприятий и вакцинироваться. Любая прививка всегда подразумевает не стопроцентную защиту от того, что вы не заболеете. Она предполагает то, что даже если вы заболеете, все это зависит от иммунного ответа организма, сколько вырабатывается у вас антител, что вы перенесете его в более легкой форме. Вакцина работает, сегодня она работает, другой защиты нет. Веси из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 26 794 человека, из них 23 443 выздоровели, 1026 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачао-Черкесии без осадков ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью 2,7, в горах минус 3 плюс 2, а днём 17,22 выше нуля и местами до плюс 16. В Черкесии без осадков ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью 5,7, а днём 19,21 выше нуля. Продолжаем выпуск. В республике появилась ещё одна мечеть. Мусульманская святыня открылась в селе Римгорском Алакарачаевского района. Почётными гостями праздничного события стали десятки людей из нашей республики регионов Северного Кавказа. На открытии побывала наша съёмочная группа с подробностями Шерифат Лепшокова. Красавица мечеть, воздушающаяся здесь, в селе Римгорском, станет украшением не только села, но и всей республики. Способная принять до тысячи человек. Она откроет свои двери для всех, кто готов очистить свою душу и наполнить её духовным светом. Дахир Хаджийжаев, читавший аят из Корана, имам новой мечети. Всю жизнь он живёт в Римгорском, как всеселяне рад новой постройки. В прежней мечети требовался капитальный ремонт, а на месте, где сейчас сверкает купол нового храма, была болотистая местность. Всё изменилось благодаря усилиям Аубикира Тамбиева, учёного, общественного деятеля и мецената, имя которого хорошо известно не только в Малакарачаевском районе, но и далеко за его пределами. Он инициировал строительство нового храма, получив горячую поддержку руководителя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджибердиева, который присутствовал при первой закладке камня. Через три года, открывая новую мечеть, поблагодарив Аубикира Тамбиева за труд, он вручил ему награду – Орден первой степени за заслуги перед Уммой. Дай Аллах, чтобы все наши молитвы, все наши поклонения были приняты Всевышним Аллахом. Вот эту мечеть вы, наверное, посмотрели. Самая красивая мечеть у нас в республике. Дело не в красоте. Дело в том, что кто туда приходит, что они говорят, какие молитвы у них бывают. Когда человек делает молитву, он должен делать за всех. Не только за самого себя, за своих близких. Мечеть высотой в три этажа без преувеличения построена с душой. Трудно не восхититься люстрой высотой 8 метров, весом 2,5 тонны и продуманным декором, а также технической оснащенностью. Внедрение информационных технологий позволит расширить деятельность мечети. Создана специальная мусульманская сеть, зарегистрироваться в которой можно будет только по паспорту. Есть возможность проводить телемосты. Об этом и не только, говорила Убекир Тамбиев. Так при мечети действует и медресе. Узнать основы религии смогут все желающие, независимо от возраста. Для этого созданы все условия. Интерактивные доски здесь уже вчерашний день. Они заменены на интерактивные панели. В нынешних реалиях, что немаловажно, учиться можно будет и дистанционно. Прежде всего, хочу я поблагодарить всех, кто поддерживал. А поддерживали и знакомые, и друзья, и даже незнакомые. Я у Исмаил Хаджи спрашивал, как и что. Вот он скромно говорит, что не пользуется интернетом. Да, не пользуется, но то, что нужны современные технологии, то, что нужны коммуникации, чтобы мы не проиграли, вот это он очень хорошо понимает. Почетные гости подчеркивали, что принимают участие в очень благородном деле. И это праздник для всех мусульман. Мечеть будет носить имя отца Убекира Тамбиева Хасана. Собравшиеся выразили надежду, что мусульманская святыня станет местом искреннего поклонения Богу, где можно будет задуматься о своей жизни, чтобы сделать ее более праведной. Хотел бы сказать, сколько труда сюда вложено. И каждый строительный материал он сделал именно в дорогом, качественном уровне. И сегодняшняя мечеть, эта многофункциональная, будет служить не только Сынгорке, а всему Кавказу. Шрифер Лепшокова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Награда за лучшие произведения ученица первой общеобразовательной школы Станицы Преградной Урубского района Елизавета Богаченко стала победителем 19-го всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в номинации «Мой любимый литературный герой». Данный конкурс вот уже много лет проводит Почта России совместно с Московским государственным университетом. О конкурсе и о том, кто же для Елизаветы Богаченко является любимым литературным героем, узнавал Алихан Лепшоков. 12-летняя Елизавета Богаченко из Станицы Преградной принимает участие во многих конкурсах и занимает призовые места. Не так давно она стала победителем 19-го всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Поздравил и вручил победительнице почетную грамоту и особый подарок клавиатурный планшет директор управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов. Руководитель почты отмечает, что такие конкурсы позволяют привить любовь к изучению русского языка и выявлению талантливой молодежи. Для почтовиков это очень знаковое, не для нашей республики это знаковое, это поднятие русского языка, правописание, рассказы, литературу, вот это все. Это обытность, этность нашего русского языка, это очень важная для нас составляющая часть. Также представители молодежного совета почты России по Карачаево-Черкесии сделали небольшой подарок Елизавете. Ученица первой школы Станицы Преградной представила свое стихотворное произведение, посвященное императору Петру Первому. В своей работе Елизавета Богатченко сумела рассказать о его заслугах в становлении российского государства. Когда я узнала, что Почта России совместная с МГУ имени Ломановского проводит конкурс «Лучший урок письма», я решила поучаствовать в номинации «Мой любимый литературный герой» и написать письмо Петру Первому. Недавно я прочитала роман Алексея Толстого и была поражена, каких успехов добился Петр Первый, реформируя Россию. В своем произведении я хотела изложить все свое уважение, все свое восхищение к Петру Первому и с надеждой на то, чтобы оно действительно к нему поступило, и чтобы он это все узнал, как современники его уважают. Мама победительницы Вера Богатченко отметила, что это уже не первый конкурс, в котором юная Елизавета становится победителем. Сама она, как учитель, отмечает, что подобные состязания позволяют детям приобщаться к творчеству и познавать что-то новое для себя. Честно сказать, к своим заслугам я это не причисляю, потому что это Господь нам дает таких детей, а мы занимаемся только их воспитанием. Учим их добру, кормим их и отвечаем за образование. А то, что моя девочка так себя ведет, пишет, для меня это, конечно, приятно, это для меня похвальба. Нам это приятно, что мы на таком уровне награждаемся. Ну и, в общем-то, что я хочу пожелать нашему поколению, именно республиканскому, учиться, быть людьми и приезжать сюда, в нашу республику, и быть тут первыми людьми. В завершении директор почтовой связи Ахмат Лайпанов призвал Елизавету принять участие в других конкурсах, проводимых Почтой России. Алихалип Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Мода на меховые изделия не проходит никогда, она вечно. Это проверено веками, и сегодня тоже трудно найти девушку, не мечтающую о роскошном зимнем наряде, да еще и со скидкой. В Черкесске в Центре развития предпринимательства на Горького 8 открылась меховая выставка «Снежка». Новые коллекции меховых изделий оценила Альбина Ламкова. Выбор шубы с ценного меха «Норки» огромный. На выставке «Снежка» в Центре развития предпринимательства на улице Горького 8 представлены полностью обновленные изделия из разной длины. Например, тут можно подобрать утонченный полушубок из «Норки» или роскошную шубу в пол. Также есть модели с капюшоном и элегантные шубы с воротом-стойкой. Рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Мы привезли большой, полностью обновленный ассортимент меховых изделий на сезон 2022 года с гарантией прекрасного качества, разной длины, цветов, любых фасонов, от классики до ультрасовременных моделей, размеры от 40 до 66. Также имеется ассортимент меховых жилетов, которые мы с удовольствием дарим каждому покупателю. На выставке «Снежка» идеальные условия для приобретения шуб. Рассрочка предоставляется до трех лет без переплаты. Изделия изготовлены в России. На каждой из них имеется сертификат качества и электронный паспорт. Шубы разной длины и фасона можно приобрести по идеальным условиям. Только на выставке «Снежка» предлагают рассрочку до трех лет без первоначального взноса и переплат, плюс меховой жилет в подарок. А самое главное – никаких дополнительных банковских страховок. В наличии имеются шубки различные, смотри, самая популярная модель. Это модель «Трансформер». Всем уже известная, мы здесь постоянно не первый раз. То есть можно укоротить, будет курточный вариант, также длина рукава до три четверти. И платеж вот на такую шубку 3,400-3,500 в месяц получается. То есть доступно на три года без переплаты. Вот такая, допустим, шубка классика. Тоже получается ежемесячный платеж – три тысячи. Ассортимент на выставке «Снежка» действительно превосходит все ожидания. Успейте купить шубу. Продажа будет осуществляться с завтрашнего дня по 26 октября. Каждый день с 9 до 20 часов в Центре развития предпринимательства. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Тайна лилит». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»